Хочу ответить на несколько вопросов. Первый задают, будет ли концерт в том или ином городе. Пока не знаю. Как только мы ближе к дате узнаем о ситуации, мы сообщаем о ней. Второй вопрос, если купили билеты, что с ними делать, сдавать их или придержать? Сразу отвечаю, что лучше не сдавать, потому что вы купили сегодня по одной цене. Когда будет перенос концерта, возможно, цена будет уже другая. Поэтому вам будет, скорее всего, выгоднее оставить их. И факт в том, что мы в любом случае примем ваш в город и дадим там концерт. Просто вопрос, когда это произойдет. Но это произойдет точно. Поэтому не переживайте. Все, кто успел купить билеты, придержите их. Те, кто еще не успел купить, но хочет купить, вы можете их приобрести. Они будут действительны. Если у вас в какой-то момент появилось желание сдать спустя месяц, спустя неделю, спустя три дня, появилось желание сдать эти билеты, вы вправе сдать эти билеты и вам вернуть деньги. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, срочное сообщение. Только что мне звонил звоник. Аппаратов искусственного дыхания действительно не хватает в стране. Глава министерства предложил заменить аппараты искусственного дыхания на кальяны. Поэтому в срочном порядке все затариваемся табаками. Желательно отечественного производства, потому что иностранные они могут быть с коронавирусом. Поэтому закупаем российские табаки, поддерживаем нашего производителя. Ну и, конечно же, не болеем. Кальян решает вопрос. Пацаны, общался сегодня со звоником. Ну, кто знает, вы же знаете, что он в Министерстве здравоохранения в Москве. Серьезный человек. Звоник не то, что хуйни не скажет, он ее вообще даже никогда про себя не думал, хуйню. Ну и небезызвестный человек в медицинских кругах, это товарищ Звоник, кто знает. У меня просто истерика. Я сейчас плакал от слез. Просто присылает Никита, говорит, послушай, моей подруге, папа ли кто-то присылает. Он говорит в сообщении, звонику какому-то звонил. Потом еще тысячу людей, потом мама присылает. Потом еще кто-то... Люди, пожалуйста, перестаньте вестись на просто издевательские шутки со стороны людей, которые подхватили в хайп этой всей движухи. Пожалуй, никакого звоника нету. Это просто издевательство какое-то. Смешное, что в сообщении говорит, ну вы же знаете, да, весомый там человек звонит. Никто опровергать его слов не будет. Блин, вот это повеселили прям меня. Ужас, я аж реально голос потерял от смеха. Атом, я жду твой атом, я бы рассказал тебя, это не игра. А вот тут поскалка. М-м-м.